Я рисую белым мелом облака. Небо было затянуто серыми облаками, но испортить настроение участникам народных гуляний этот факт не смог. Добавили красочности празднику яркие фасады домов трехгорки, а согревали гостей праздника горячий чай и ароматная выпечка. Идея проекта Подмосковья объединяет рассказать о культуре и традициях разных народов России и стран Содружества. Попасть в солнечный Узбекистан просто. Достаточно зайти в шатер. Здесь азиатский колорит раскрывает свои объятия и удивляет обилием ярких красок. Про работы мастеров из Ташкента, Бухары и Китаба можно узнать у экскурсовода, а еще примерить народные костюмы. Вот это капалак написано. Капалак. Это в переводе бабочка. Объединиться для хороших дел по замыслу организаторов еще одна идея праздника. Восемь тематических зон. Утилизируй ненужное в зоне экология. Займись спортом в атлетической. Обменяйся книгой с соседом или расскажи стих в зоне литераторов. Открыть для себя космос в мобильном планетарии. Чем больше мы будем знать о культуре другой национальности, тем мы ближе, с другой стороны даже, тем мы ближе будем друг к дружке, тем у нас больше будет взаимопониманий. И вот этот фестиваль Подмосковье объединяет здесь. Он именно, одна из задач, это именно рассказать про культуру другого народа. Я делаюсь в Советском Союзе. Мой фильм «Москва слезам не верит». Ролевая модель, женщина, которая несмотря ни на что. И таких мам было очень много. В стенах школы можно было подискутировать с интересными людьми. На праздник приехали известные спортсмены, работники искусства и телеведущие. Формат беседы, вопрос, ответ. Мы реагируем на национальность, мы реагируем на мужчины, женщины. Так не должно быть. Так не было в моем детстве. Мы вообще не понимали, кто из нас, какой национальности. И со всеми вынуждены были искать контакт, потому что мы все были рядом. Понимаете? Поэтому, вот чтобы до трагедии не дошло, нужны такие праздники. И нужно объяснять это все людям. Искусство коммуникации. Когда нас начинают со всех сторон немножко поддавливать, русский народ, он как-то мобилизируется, мотивируется и становится еще сильнее. И становится таким, что достигаются большие результаты. Поэтому, наверное, для этого праздник этот нужен. Для того, чтобы показывать всем, что мы вместе. А когда мы вместе, мы самые сильные. Город Одинцово впервые стал площадкой праздника Подмосковья объединяет. Его посетили более тысячи человек. Дождь в конце праздника все же пошел, но так и не смог помешать веселью. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов. Телекомпания Одинцова.